всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео о боге о боге любви свободе и бессмертии поводом для этого видео явились вопросы ко мне некой веганки подобные видео уже записывал о том что бог есть любовь свободы и бессмертия сущность бытия я говорил неоднократно есть ролики в разной форме и в принципе это видео она будет видео из серии почему бог если любовь да почему страдают животные на самом деле это видео и этот вопрос он звучит в разных интерпретациях по-разному но смысл одинаково если бог есть любовь если бог есть и он есть любовь то почему есть страдания животных кого-то волнует страдание людей страдание природы до любого проявления зла на земле да почему все это есть как я сказал уже у меня есть подобные видео все они собак собраны в плейлисте бытие на моем канале на котором еще за смотрите это видео но я решил воспользовавшись в общем-то меня и сама девушка которая мне написала про даже просила записать видео видео ответ я и хоть и сбросил все свои другие видео но вот она мне все-таки еще писал и просила дать ответ ну даю потому что люблю я зачитаю ее тексты сообщения в ватсапе написал предпоследнее ну я немножко вырвал мы с ней уже начали общаться были вопросы но из основания возьму два последних просто сообщения но смысл будет понятен предпоследнее сообщение о боге и о свободе послушала несколько раз но мы стали общаться я очень часто обычно когда в мессенджерах общаюсь в основном пишу аудио сообщения но так и не осмысливал для себя наверное глупая вопрос формулирует по-другому тоже не получается пока попробуй снова но попробуй снова я не понимаю как создатель который создал каждое творение создал также и человека который превратился в такое зло ведь не зря говорят на все воля божья и люди молятся и просит значит все получается что все что все в его власти давайте я сразу все-таки параллельно буду знаете тезисами отвечать потому что я не буду в дальнейшем обращаться уже к этому сообщению буду просто говорить бог действительно создала все до который создал все творение человека ну и вот девушки веганки непонятно как он превратился такое зло я отвечу в будущем ведь не зря говорят что на все воля божья но это говорят но воли божьей на зла нету здесь сейчас тезисы тезисами просто буду отвечать все равно чтобы не упускать эти моменты не забыть на них воля всегда одна единая благая чтобы он его мира бытие и мироздание было счастлива счастье невозможно без любви друг другу другу поэтому воля божья только в этом и люди молятся и просят значит все что значит все все получается значит получается что все в его власти нет не получается если ты слышишь или видишь что люди молятся это не значит что они не ошибаются в понимании бога и что если они молятся о чем-то значит все в воле божьей нет не все об этой антиномии о которой мы сегодня тоже еще раз будем говорить о том что бог свободе но при этом он не изменяем это как раз будет ответом вот на это твое утверждение потому что он стоит с точкой это не вопрос но не все воли божьей об этом мы будем говорить я буду говорить с другой стороны получается что в случае с человеком учитывая раз разрастающие зло он не в силах ничего сделать он в силах но не делает получается он видит все что происходит и ничего не может изменить у меня к тебе вопрос ты молишься богу просишь у него благодаришь что просишь за что благодаришь эти вопросы сегодня я оставлю и в принципе на них просто в рамках это видео нет смысла отвечать по общей мысли я думаю что вы и так поймете вообще когда ты до вначале люди молятся просят и мы на других ты видим на человек который приходит бог кому-нибудь молится ответ на то что если смысл вообще в молитве еще должен ли молиться человек и верить в бога это человек в полноте получает ответ на этот вопрос когда становится богоподобным становится сам богом образом его и подобен в полноте разве бог кому-нибудь молится разве бог кого-нибудь верит в бога вера это не добродетель молитва это не добродетель это лишь первоначальные шаги вот и все когда человек приходит в богоподобие в бога сознание осознанности сам становится богом по образу и подоби он уже никому не молится он же ни о чем не просит и ни за что не благодарит вот так вот в молитвах по крайней мере как о том о чем здесь сказано это а становится его просто сущностью. Его сущность – это любовь. А любовь в себя включает и благодарность. И это просто состояние. Тебе уже не надо его выражать словами, причем к Богу. Уж Бог никому не выражает свое состояние благодарности. И ни в кого не верит, и никому не молится. Когда ты стал его образом подобия, ты уже тоже не молишься никому, не просишь, не благодаришь. Ты знаешь, что мир меняется сам, когда хочет. Об этом мы сегодня еще будем говорить, но я тезисно, как и немножко, все равно отвечаю. То есть, значит, он может что-то изменить и на что-то повлиять. На все ли или частично? И где в чем грань? Я буду отвечать позже на это. Животные не могут помолиться и попросить. Им просто очень невыносимо плохо. Они не хотят чувствовать боль, и они не виноваты, что они обделены способностью молиться и просить у Бога помощи. Ну вот, девушка разделяет. Здесь, как бы, животные могут попросить, не могут. Ну, во-первых, у Бога... Во-первых, это понимание самого Бога очень детское, что Бог – это какой-то дядя на небесах. Об этом я сегодня еще буду говорить. Это очень важно понимать. Это еще детские понимания. Это не достижение истины. Ну, не зря она мне задает вопросы. Поэтому я надеюсь, она не будет обижаться и те, кто в таком же состоянии находится. Это еще очень маленький возраст познания истины. Бог всячески во всем. Его не надо ни о чем просить. Он и так знает о слезе и боли каждого живого существа. И животного, и человека. И аналогия тоже не совсем правильная с человеком. Потому что человек, тем более, человек тоже страдает. Многие люди от разных вещей страдают, испытывают боль через испытание боли. И просят Бога. И все равно продолжают страдать. То есть, еще получается, неизвестно, кто похуже. В какой, кто в худшей ситуации. Животное, которое, как она говорит, не может попросить и не просит. Или человек, который просит, еще и не получает просимое. Об этом еще буду говорить. Сейчас просто тезис набрасываю. Где справедливость тогда? Окей, допустим, Бог делает это все, чтобы приблизить к себе человека. Тогда животные при чем? За счет их жизни, такой ценой, неужели происходящее с ним, хоть как-то можно оправдать? Я не готова, не хочу и не могу. Ну, здесь, я так понимаю, она подразумевает ту мысль, что, как бы, человек же выбирает между добром и злом. Кто-то причиняет страдания, боль кому-то, кто-то нет. И кто причиняет кому-то боль, тот отдаляется от Бога. Кто-то проявляет любовь, тот приближается к Богу, становясь богоподобным, становясь любовью. Ну, якобы, это не стоит ни одной жертвы. Это такая школа, да? Но об этом я буду говорить позже. Неужели происходит так? За счет их жизни, такой ценой, неужели происходящее... Ну, вот видите, у веганов беда. Я много раз об этом говорил, у них зацикленность на животных, к сожалению, у 95 процентов, а то у 99. А люди не страдают друг от друга, тоже страдают. Грабят, убивают, насилуют, обижают, обзывают, прочие вещи, да, уничтожают, пытают. Тоже страдают. Неужели происходящее с ними хоть как-то можно оправдать? Я не готова. Я отвечу на этот вопрос, можно ли это оправдать. Я не готова, не хочу и не могу. Никто не должен терпеть боль никакой ценой, тем более беззащитные. Они же ведь как дети. То, что животные как дети, с этим я согласен. Есть даже ролик, я так называю, что убийство животных это равно и то же самое, что убийство детей, стариков или немощных людей. Потому что действительно, да, животные беззащитные. Действительно, их уровень, так скажем, отношения к человеку, это как уровень действительно малолетних детей. Ну, или я добавляю, или расширяю эту группу, это те же самые старики немощные или человек, который там поболезнили, еще какой-то увечья немощный, да, инвалид. Поэтому все, кто христиане или вероны, религиозники, не веганы, даже расстаньтесь с этими мечтами, чтобы быть в каком-то небесном царстве. Вы даже близко к нему не прикасались. Убийство животных, эксплуатация животных, это дно ада. Это тот рай, недостижимый даже для вас, даже этот рай, из которого свалился первый человек. Поэтому, чтобы хотя бы в него вползти, надо хотя бы отречься от зла. Не говоришь о том, чтобы войти в небесное царство, можно только через жертвенную любовь. То есть, защищая потом это мировоззрение животных грудью и спиной, активностью проповеди, стойкости в своей жизни. Поэтому забудьте вообще обо всех этих небесных плюшках. Они не для вас, если вы убиваете или эксплуатируете животных. Ну, или одним словом, не веганы. Хочу отметить, что вопросы мои ни в коем случае без наезды, желания спорить. Я просто хочу понять. Извини, если снова не отличилась конкретика и вопрос непонятна. В таком случае сообщи, я снова постараюсь переформулировать. Просто, если ты знаешь то, чего не знаю, А мне бы очень хотелось попросить тебя, чтобы ты мне это смог объяснить. Так, чтобы я это осознала в душе. Спасибо. И дальше продолжение сообщений. Ведь этот мир его, Божий, он создал все. Обращу внимание еще раз на слово создал. Я на него сейчас попозже дам ответ. Почему он не может прекратить страдания? Я объясню почему. Иначе получается, что он допустил ошибку. Только я буду не здесь, а потом. А уж будьте любезны, сами присовокупите ко всем этим вопросам. То, что я буду говорить дальше. Иначе получается, что он допустил ошибку, создав человека. Еще раз обращаю внимание на слово создав. С потенциалом творить зло. Если он может создавать что-то, то почему он не может создать ничего? Я на все эти вопросы сейчас дам ответы. Если не будет ничего, то тогда и страдания прекратятся. Прости меня за такую формулировку. Опять же, приходится задавать этот вопрос именно так, чтобы понять. Следующее сообщение. 15 лет своей жизни я всем сердцем верила в высшую силу. Ну, она мне рассказывала, что она в какое-то ответвлении удаизма, что ли, в каббалистической какой-то была там секте тоже. Не знаю, что они там исповедуют. Любовь, не любовь. Но она пишет, что она была всем сердцем, верила в высшую силу, пока не стала веганкой. Увидя ужасные страдания миллиардов невинных существ, моя вера в абсолютное добро и любовь. Я не знаю, там оно проповедовалось в этой секте или это, по сути, было личное просто убеждение. Которая правит миром, постепенно увяло. Моя душа стремится верить, но логически я не могу себе объяснить происходящее. Вот такие мне были вопросы заданные. Давайте еще раз. Ролик получится, возможно, длинный, но я отвечу в него в полноте. Поймет, кто или нет. Девушка, которая мне написала, и кто будет слушать, и подобными вопросами задаваться. Те же самые веганы или не веганы. На самом деле, ответ на эти вопросы проще простого. Кажется, очень сложные вопросы. Но это все кажется только для людей, не познавших истину. Для такого, как я, все это давно встало на свои места. И на самом деле, ответ очень простой. Если Бог есть, Он есть любовь, то почему есть страдания животных? Но я его все-таки сегодня обобщу еще раз, о чем сказал в начале. Здесь проведите параллель, аналогию, равно поставьте. Это имеет в виду о любых вообще страданиях, боли, которые существуют в мире. Которую люди друг другу причиняют, бесы причиняют людям. Хоть невидимо, да, все эти невидимые энергии. Откуда все эти болячки и так далее. То есть, Бог и скорби. Ну, в частности, раз уж ко мне был конкретный вопрос, я ролик назову тоже «Бог есть любовь и откуда страдания животных». Но не могу говорить коротко и не люблю все это сжимать. Уж скажу и в этом ролике про все аспекты. Первое, по поводу Бога. Поговорим, да? Что такое Бог? Вот люди, которые на невысоком познании истины употребляют эти слова. И, в принципе, эти слова написаны даже в Библии. Что Бог вначале сотворил небо и землю и так далее. Когда ты познаешь истину, ты понимаешь, что Бог, вы знаете, я об этом вам постоянно говорю, это три сущности бытия. Это все, что есть в Боге. Он есть, первое, бессмертие, второе, свободы, третье, любовь. И Он всячески во всем, и Он же личность, Иисус Христос. Это непостижимые вещи по поводу всячески во всем. Это антиномии. Как можно быть везде и быть в одном месте? Ну, как это? Это антиномия. Или, ну, это слово, может быть, не совсем людям понятно, хотя мне оно нравится. Это противопоставление, несостыковка, невозможность, абсурдность двух убеждений. Я или там, или здесь. Бог всячески во всем, и Он же личность. Он же Иисус Христос, который крутит мирозданием. И Он же Иисус Христос человек, и Он же крутит все мироздание, и всячески во всем присутствует, и все проникает. По поводу слов всех этих создал и так далее. Бог вечен. Бог сущий. Он просто есть. Однажды некоему человеку под именем Моисей Бог ответил на его вопрос, кто он. Он ему сказал, я просто существую. Он ему спрашивал, кто ты, как твое имя, кто ты есть, как тебя зовут, какова твоя природа. Все это Моисей вкладывал в этот свой вопрос, кто ты. Он ему сказал, я не знаю. Я просто существую. Если вы спросите Бога, что такое жизнь, Он вам скажет, я не знаю. Если вы спросите Бога, что такое смерть, Он скажет, я не знаю. Как можно знать, что такое жизнь, если ты не знаешь смерти? Бог вечен. Понимать, что такое жизнь, можно только, опознав, что такое смерть. А Бог бессмертен. Бог просто вечен. Он не знает, что такое конец. все эти слова бог создал мир да зачем он создал человека мир и как вот девушка писала что почему не может создать ничего или ничего не создавать бог ничего вообще не создавал бог просто есть все мироздание которое нас окружает в некой матрице сейчас в это в этой в этом непознаваемой общей матрицы где нет начала нет конца в спирали бога как ее называют спираль фибоначчо да где нет ни времени не пространство то что мы сейчас живем вот это маленький период пространственного временного измерения это лишь . в этом в этом ничем где нет начала и конца это очень важно понимать бог просто раскрылся это это мы живем сейчас с вами в пространство время временном измерении когда она закончится до земля и все дела на ней сгорят мы опять очутимся уже в бессмертной плоти уже опять в том вечности где мы потеряем конец где мы не увидим конца и потеряем начало вот спросите меня кто я я вам скажу я просто есть я никогда не умру и я никогда не рождался я всегда был я вот это понял спросите меня я понимаю всем своим существом меня невозможно убить нет не существует никакого конца и не было времени когда меня не было я был всегда я был есть и буду всегда кто я есть я просто есть что такое смерть я скажу я не знаю что такое жизнь я не знаю просто есть я существую и все кто я что есть каких клетчек я состою что такой синий цвет или кратных красный что такое дорами фасоль для си я не знаю как разобрать эти вещи не как они просто существует они просто есть я просто есть бог не мог это я отвечаю на те на прежде всего на те вопросы через мы с вами любой вопрос жизни бытия рассматриваем через эти три природы первое это просто существование вечная жизнь это ответы на те вопросы которые девушка не сдавал и которые возможно у всех вас в головах до сих пор еще роятся мог бог не создавать или создавать мир вопросы вообще не уместны некорректно когда ты достигаешь познания истины бог не мог создавать или не создавать мир он не может себя создать или не создать и он не ограничен он никогда не был просто иисусом христом где-то там в точке бытия в которой ничего не было он всегда был есть и будет иисус так о себе и говорил прежде нежели авраам был я есть я всегда существовал это очень важно понять когда вы этого достигнете бог не может от себя отречься мы плавно переходим ко второму вопросу какой-то вопрос вопрос свободы выбора да возьмем вот эту пока картиночку я вопрос свободы вот бог может бог свободен ну да бог может творить зло ну конечно бог его творит нет так он что раб ну раб любви да но он свободен ну да спросите меня я свободен я говорю да можешь убить животное могу убьешь когда нет так ты свободен или нет я не знаю второй вопрос задаваемый богу кто ты я просто существую я не знаю я не знаю что такое я не могу вам ответить что такое свобода у меня есть выбор да есть я избираю зло нет убивать меня будете я не буду творить зло я свободен ну да я просто с я просто такой я и свободен но я не творю зла антиномия антиномия ты свободен да ну сделай не буду я и свободен это сделать и раб одновременно любви которая не дает мне это сделать антиномия антиномия могу я будучи свободы кого-то сломать не через свободу мы переходим к третьей области к любви люди верующие религиозные те кто признают или хотя бы хоть раз в жизни читал библию христианскую так называемую тору еврейскую коран мусульманский потому что это краткое изложение христианской библии иудейской торы все вместе взяты на свой вкус и лад кто читал первую главу книги бытия христианской так называемой библии кто читал берешит первую главу торы еврейской они одинаковые абсолютно тот знает что мир был богом создан уж мы употребление слова теперь вы понимаете просто раскрыт во времени да и появилась вообще на некоторое время время мир был создан приходится говорить детскими словами ну и так как немножко другой теме переходим я тоже буду употреблять слова без них никуда мы их употребляем ведь мы друг друга не говорим но когда ты сам приходишь познание истины для тебя эти слова пропадают просто не зря иоанн богослов написал в начале своего евангелия от иоанна точно такую же несуразицу в начале было слово как в начале может быть уже что-то было а где в начале того что было иоанн богослов свое евангелие начинает этими прекрасными словами в параллель первой главе книги бытия в начале было что в начале может быть если это начало в начале стало а он год уже было там два времени которые невозможно употребить в одном словосочетании настоящее и прошлое как можно в одном и в двух словах в одном словосочетании употребить потребить два времени которые и есть время прошлое будущее настоящему потому их так называем настоящие это миг прошлое то что было будущее то что будет а вы вправо вначале уже было очень важно понимать но раз уж мы возвращаемся к этому языку к нашему пространственным временному измерению то из первой главы книги бытия или берешита мы с вами узнаем из корана там тоже самое своими словами сказано просто нет такой последовательность как библии торе мы узнаем чтобы мир был создан веганским мир был создан не просто веганским она образом и подобием небесного царства где все творение божие любит друг друга и природа и животные и люди и ангелы которые были созданы все должны были что делать любить друг друга это это раз я тоже надо понимать что бог не создавал ни злого человека не зло не демонов да бог создал ангел бог создал светлого человека бог создал прекрасных животных бог создал прекрасную планету весь мир и то лучше слова потреблять для познавших уже истину раскрылся во всем этом просто видимо хотите рассыпался из одной точки во всей этой красоте своей разнообразии красоты когда бог любовь являлся на землю мы еще раз узнали что это так и есть при двух или трех свидетелях истинно каждое слово когда бог явился на землю он деятельно явил что он абсолютная безграничная любовь от начала его сущность это сущность любви причем как мы узнали любви какой не просто вот этой райской не просто этой в начале диванной да бог просто любовь просто раскрылся благодаря явлению богу на землю уже на землю на которой от просто процветает торжествует и пиршествует мы узнали что бог есть даже не просто любовь и любовь жертвенная готовая принести себя в жертву даже злу чтобы явить свою абсолютную любовь это очень важно понимать ну а любовь то как она возможно без свободы вот если мы любим по настоящему человеку все мы прекрасно знаем что когда нас начинают порабощать в любви родители детей дети родителей в свое может быть время или по ситуации жизни взяв над ними телесное господство там родители стали немощными дети здоровы или старость пришла или в начале родители на детьми друзья над друзьями жены над мужьями мужья над женами братья над сестрами сестры над братьями брат над братом и так далее когда нас порабощают мы говорим что этот человек любит нас нет когда человек ограничивает нас в свободе выбора мы говорим что эти люди любят нас нет любовь и свобода это одна сущность одна природа до бог есть любовь свободы и бессмертие боль того все эти и как в той же самой и 1 2 3 главе книги бытия нам описано якобы данный дар свободы человек выбор между добром и злом и как он добровольно вот именно обладает и свободы выбрал зло еще в раю вместе с евы и адам убив животное первое пошло все по наклонной потом каин убивает авеля и пошло поехало мы все это видим благодаря чему происходит благодаря свободе и хоть в бумажках нас на у нас опять употребляются такие слова как бог что-то дал кому-то наделил кого-то там даром свободы бог никого ничем не наделял бог просто есть он просто раскрылся он сущность этой бог не может лишить кого-то свободы потому что он всячески во всем все его бытие потому что он и есть это бытие она просто свободно она не может быть не свободно если бы не было свободы не было бы любви любовь и свобода это две стороны одной медали ребрышко этой медали вечность символ круга вот вам медалька монетка вся сущность бытия любовь и свобода две стороны этой медали ребро вечность вот вам образ мира образ мироздания сущности бога поэтому я надеюсь я ответил на те вопросы все девушки веганки о том что вот а мог бы они мог бы это антиномия даму он делает этого нет более того как бог может сделать если он всячески во всем он просто есть эта свобода любовь он не может лишить кого-то этой свободы иначе он лишил бы себя самого ведь бог и во мне и в тебе кто меня слушает и вашем соседи ваших детях ваших родителей бог не может себя чего-то лишить он просто есть и он сейчас в нас с вами он не может меня лишить свободы потому что он во мне он часть меня и а я и часть его мы друг в друге я личности я же бог и в нем моя сущность но при этом есть область где я остаюсь областью я это тоже не понять как бог всячески во всем и личность когда ты достигаешь этого божественного состояния ты уже тоже не можешь ответить как бог всячески во всем и все во всем и он во мне и я в но я все равно осознаю себя уникальной личностью неповторимой точно такой же как иисус то есть такой же как бог личность но я себя ощущаю в каждом во всем мире в каждом растении в каждом цветочке в каждом животном в каждом человеке я себя ощущаю поэтому я всех люблю и поэтому врагов и злодеев я пытаюсь не уничтожить не убить да потому что я убиваю себя я не могу себя убить Я не могу себя ненавидеть, я себя люблю Когда ты осознаешь себя в каждом человеке, ты не убиваешь этого человека Ты не посылаешь его в ад на вечные муки Ты пытаешься его призвать к покаянию Ты пытаешься исцелить его, изменить его, повлиять на него Потому что ты и есть этот человек Ты спасаешь себя самого Это очень важно понять Когда вы это все понимаете, у вас все встает на свои места Когда злой человек убивает животное, ты защищаешь животное Вразумляя этого человека, хватаешься за руки, заносящего этот топор Проявляя свою любовь ко всем, и к животным, и к человеку И умоляешь его этого не делать Ты умоляешь себя в нем Потому что ты понимаешь, что ты Бог, ты всячески во всем Ты любишь каждого и никогда никого не уничтожишь Вот и все Вот вам все ответы на все эти вопросы Очень простые Первое, надо понять, что Бог просто есть Бытие, оно просто есть Оно такое, оно не может себе отречься Я просто есть Вы спросите Бога, когда достигнете познания истины Зададите этот вопрос уже себе, став Богом Кто я? Кто я есть? И вы сможете ответить только одним словом Сущий Я просто существую Я просто любовь Я и был изначально, всегда Я могу уклоняться Но зло не имеет сущности Основа моя, любовь И когда я прихожу в это состояние Вам кажется Ну как ты не можешь сотворить зла? Не могу Те, кто достиг такого состояния Тот меня уже поймет Другие могут только попытаться его достигнуть И должны достигнуть И вы обязательно его достигнете Вы просто есть Когда вы достигаете Да, вы уже никогда никому не сделаете зла Вы будете творить только добро Вот и все Надеюсь, я ответил на эти вопросы Поэтому Бог не может вмешаться Бог не может ничего изменить Проси ты, не проси его Измениться может только тот, кто творит зло Любовь без свободы немыслима В свободе, в слову Когда мы говорим о сущности благо Божьего бытия Сущности природы человека Сюда и ум Слово присовокупляется Человек разумный Любой сущности Она размышляет У нее есть выбор всегда Кем стать Это очень важно Мир, личность Личность Это и есть выбор Я Вы от меня такое тоже много раз слышали Я Это совокупность моих выборов Это я Вот я тот, что я выбираю Это и есть мое Это и есть моя сущность Моя личность Это я Это совокупность моих Ежедневных, ежеминутных выборов Между добром и злом Вот это и есть я Это я выбираю Вопросы девушки Веганки О том, ну как вот бог А мог бы Он не может Он не может нарушить свободу Она просто есть Если бы ее не было Не было бы вообще ничего Она просто есть Тогда бы было Была бы Какая-нибудь автоматика Которая даже не осознает себя Личностью Не является личностью Доброй Или еще И да Это то же самое все Кто смотрел У меня есть видео Про искусственный интеллект Который якобы существует Все боятся там По фильму Терминатор Что там машины восстанут Это все чепуха Люди, к сожалению Неглубоко в этот вопрос вникают Я там говорил О тех же самых вещах На современном уровне Все, что мы видим Не существует вообще Никакого так называемого Искусственного интеллекта Ну или по крайней мере Если его и называть этим словом То под этим словом Правильно должны подразумевать И давать определение Это просто алгоритм машины Это не самомыслящее существо Машины не мыслят Машины не выбирают Между добром и злом А они не могут выбрать Между добром и злом Потому что они не чувствуют Боли или радости Человек избирает добро или зло Только потому, что он его ощущает Через боль или наслаждение Соответственно Потому что он ощущает страдания Чувствует Переживает И что такое Это понять невозможно Вы спросите Что такое чувство Что значит я чувствую Никто не знает Никто не понимает Вы никогда не разберете человека И не поймете Что там Вам ученые будут рассказывать Что это тут Какие-то серые вещества Или тут адреналин По крови куда-то побежал Там В концовке Никто ничего не понимает Как это работает Что значит Я чувствую удовольствие Когда кушаю яблоко Или занимаюсь сексом Или смотрю на природу Или слушаю музыку Что это такое Что во мне там внутри трепещет И когда вы достигаете Познания истины Вы перестаете над этими вещами Задуматься Вы говорите Я просто кайфую Мне без разницы Как это происходит Я кушаю яблочко И мне этого достаточно Мне больше ничего не надо Вот и все Я смотрю И мне достаточно Я получаю удовольствие Я купаюсь Получаю тактильное удовольствие И мне хорошо Я не знаю Как вода действует На мою кожу И куда это дальше Через какие-то Поступает И куда если ученые Уже давно разложили атом И оказалось Что это энергия Что куда там доходит Что такое вообще материя Когда ты всего достигаешь Познания истины Все это перестает Для тебя иметь Как хоть какое-то значение Ты не пытаешься разобраться Что такое цвет Что такое нота Ты можешь слушать музыку Потому что у тебя есть музыкальный инструмент У тебя есть ухо Кто-то из него извлекает звуки И ты получаешь удовольствие Как это происходит Тебе становится просто до лампочки Ты просто есть Ты просто существуешь Это просто есть Ты наслаждаешься жизнью Так вот благодаря тому Что этому ты наслаждаешься Или наоборот Получаешь какую-либо боль Через все те же самые Внешние органы Внешние эти оболочки Которые называют якобы Материей Или видеомире Мире Ты точно так же испытываешь боль И только благодаря этой боли Или удовольствием Ты избираешь между добром и злом Все поступки Человек зачем убивают животных Ради куска трупа Ну потому что он вкусный Испытываю вкусовую радость Зачем убивают ради шкуры Ну красиво Смотри в какой дубленочке Удовольствие Все зло творится ради удовольствия К сожалению за счет чьих-то страданий Хотя этого можно было бы не делать Ведь удовольствие можно все те же самые получать Без причинения страданий Конечно Абсолютно Мало что ли вкусов Да за всю жизнь Даже на этой грешной земле Как говорят Ты не перепробуешь всех вкусов И всех комбинаций вкусов Из так называемых Вот именно Разрешенных Продуктов Которые не получаются Посредством зла Насилия И убийства Сколько в мире Прекрасных вещей Зачем тебе Куски Животные Там плоти Которые ты получил Через насилие И убийство животного Что мало материалов В жизни Из которых можно Красивые вещи делать Нет конечно Так вот Про искусственный интеллект То же самое Как он будет Выбирать Желать уничтожить человека Или нет Как говорят Если он не чувствует Боли Или наслаждения Зачем ему это Более того Все современно Весь интеллект Он действует Лишь по программе Это более просто Сложный Алгоритм Который человек Все более и больше В него закладывает Вот и все Но сам Он никаких решений Не принимает А если человек Когда-нибудь создаст Искусственно Как это говорят Какой-нибудь мозг Или человека Не родит А создаст Так какая разница Я всем говорю Что бояться Что создаст Какого-то Свободно мыслящего Киборга Якобы Чувствующего Боли И испытывающего Удовольствие От наслаждения От удовольствия И радость От удовольствия Если мы таких Киборгов Чувствующих боль И удовольствие Свободомыслящих Рожаем Каждый день Женщины рожают В мире И что дальше Вот поэтому Все это творится От лишнего киборга Ничего не изменится Он будет точно такой же Откуда у нас Опять это стремление А все оттуда же Потому что Просто есть И не важно Рожаем мы это Не понимая как Или создаем руками Суть А от этого не меняется Вот так вот Я вам видите Как углубился И рассказал Я еще К тому Эти вопросы были Не зря здесь Значок к этому видео Да Ну Хотите такой Я говорю Хотите какой угодно Все это выбор Да И Как девушка написала Что якобы Вот не стоит Ни одной жертвы Там это Познание истинное Любовь Имеет свойство Прощения Да Такое И когда Человек покается Все забывается Тем более Мир вечен И все эти страдания Временные По плоти И всем от них Свобождаемся И все мы проходили Путь страданий Каких-то болячек И заметьте Когда ты Потом выздоравливаешь Ты вообще забываешь И по плоти О своей болячке И в памяти забываешь Точно так же Будет вечности Когда все покаются Ну мы проходим Этот путь Боли Страдания Да Но когда все изменятся И все покаются Это обязательно Когда-нибудь В вечности будет Вечность Не забывайте Это не Какое-то стационарное Застывание Времени Это движение Просто без конца Вот И все Когда-нибудь Придем в познание Истины Потому что Бог Всячески во всем Да нет Никакого Бог никакого Ада Ни для кого Не создавал Вечного В том плане В каком религиознике Эту чушь несут Вот Конечно разделение Будет Как и мы на земле Разделяем Здоровых людей От больных Да Преступников От законопослушных Людей То же самое Конечно будет И только для того Чтобы из одного Мира переходили в другой Пока Как Иисус говорил Пока закваска Не заквасит Все тесто Да Пока Зона добра Света Небесного царства Не захватит Все мироздание И не останется Этого ада Потому что все Оттуда будут Потихоньку выбираться Раскаившись Своей жизни А по другому Мы не умеем Поэтому конечно Разделение будет И когда люди Будут попадать К таким же Как они Будут вкушать Все то зло Какое они делали Они будут Раскаиваться И переходить Из ада В небесное царство Вот И тогда Мы все Возлекуем И все Вот это у нас Уйдет Все Все друг друга Простят Простят тогда Когда конечно Покаяться А по другому Они туда войти Не смогут Потому что Это будет происходить Естественно Когда будет Человек раскаиваться И менять Свою природу Вот И все мы друг друга Простим По плоти Потому что Любовь не мыслит Зла Если вы в своем сердце Будете хоть кого-нибудь Ненавидеть Вы сами будете Во тьме Вы будете как раз там С теми же Кого вы ненавидите Если у вас есть Абсолютная любовь То к вам лишь только будет Присоединяться Вот так вот Сказал как мог Вы знаете Когда сам все понимаешь Чем больше ты понимаешь И вот эту простоту Тем казалось бы Иногда ее сложнее выразить Хотя на самом деле Все очень просто Еще раз Напоследок повторюсь Поймите эту простую истину Бог просто есть Он просто существует И это бытие Которое есть Мы часть которого И он в нас Мы все во всем Мы нераздельны И в то же время Мы по отдельности все Да Вот Все это бытие Это свобода Бессмертие И любовь И оно просто есть Это не дается Не забирается Это просто существует Все Мы все это Мы это природа Это очень важно Каждому в себе Раскрыть Понять И жить согласно Этому Всем этого познания Желать Что-то для этого делать Если вы желаете Распространять истину Говорить о ней Ставить лайки К таким роликам Как у меня Которые вы смотрите Если они вас приводят К познанию истину И делиться ими У себя На ресурсах Чтобы люди Если вы желаете Себе блага Мы будем счастливы Тогда Когда будут счастливы Все вокруг Мы будем радостны И блажены Только когда Когда вокруг Будут святые А не грешники Потому что грешники Так и будут тебя бить Убивать Насиловать И грабить Потому что Поэтому в наших целях В наших интересах Сделать мир святым Чтобы обрести Самим полноту Счастья Вот так вот У меня на этом все Со всеми прощаюсь Последнее Даю перелинковку Вот на это вот Видео Не веган Ибо Иисус Погубил стадо свиней Кто помнит Есть в Евангелии Эпизод Когда Иисус Изгоняет Легион бесов Из неких Бесноватых Там И они Просит его Чтобы он Позволил им Войти в свиней И Войдя в этих свиней Эти бесы Свиней Погубили Сбросив Ну как бы В них Да Сбросившиеся Скалы И этот Эпизод Тоже Надо приводит В то что Вот Якобы Иисус Нехороший Свиней Погубил Кому интересно Знать ответ На этот вопрос Особенно Кто веган Во Христе Милости прошу Ссылка Не забуду Еще ролик Не записан Но потом Может вернусь Добавлю Здесь Подсказки И в описании К ролику Если забуду Напишите мне В комментариях Ну Этот ролик Продраншивает Короче Если В комментарии Напишите Если не увидите Не найдете Этот ролик Чтобы я добавил Потому что Я буду позже Сейчас записывать Его Я на самом деле Там в этом ролике Дам просто сюда Перелинковку Но там мы Кое-что Просто посмотрим И здесь я кратко Сказал Там и дословно Для этого я записываю Серию роликов Именно Веган По Библии С той целью Чтобы Вот эти все места Разобрать Более подробно Ну и все подобные Видео Такого характера Как Бог Бытие Все что с этим связано Адам и Ева Грех Такие Свободы Любовь Общие такие понятия На моем Канале На котором Вы смотрите Это Видео Находится В плейлисте Вот я его Просто так По многому Назвал Там разные слова Но в основном Называется Я его называю Бытие То что есть Да Бытие Или жизнь Или мироздание Как угодно Тут я просто Всякие слова Для поисковых машин Как бы Вел Чтобы было понятно Человек Мир Грех Добро Зло Вот когда Вот если вас интересуют Такие все эти Как бы понятия Сущностные Милости прошу Ссылку Не забуду Здесь тоже Добавлю Там все Ролики Как бы Вот с этими темами Со всеми Такими Связаны С общего характера Чтобы хотя бы Общие понятия Все эти Разуметь Да На этом все До встречи В следующих Роликах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok